Итак, в Новосибирском Академгородке с 2014 года проводится ежегодный фестиваль популярной музыки имени Сергея Полетенка «Городок Наби». Сегодня у нас в гостях Марина Нежинская, организатор, и Александр Райтер, тоже организатор этого фестиваля. Доброе утро! Здравствуйте! 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 Давайте пока мы ждем еще гостей, немножко начнем с программы фестиваля, наверное, да? Что ждет гостей? Гостей, гостей, гостей. Да, давайте я немножко расскажу о фестивале. Значит, с 2014 года мы его делаем. Создавали как дань памяти новосибирскому музыканту Сергею Полетенко, который в 2013 году ушел от нас. Ну, в общем, за эти пять лет в этом году у нас юбилейный фестиваль. Фестиваль действительно стал таким праздником Академгородка, очень ожидаемым событием. Мы с каждым днем, с каждым годом, вернее, мы расширяем фестиваль. То есть, если первый год у нас был просто концерт, ну, правда, он не просто концерт, это 10-часовой концерт, на котором выступают известные новосибирские коллективы. Во втором году у нас добавились какие-то еще активности. В общем, в итоге я расскажу, к чему мы пришли в этом году. У нас пять сцен, да, Александр? Видимо, да. Да. Значит, главная сцена УДК Академии – это главный большой концерт, там выступает порядка восьми групп. Хедлайнером у нас будет в Новосибирске очень известная группа Руини Хан. Вот. На главной же сцене фестиваля пройдет финал детского песенного конкурса. Мы пять лет его уже проводим. В этом году у нас рекордное количество заявок. Не буду пока говорить количество. Конкурс среди новосибирцев? Ну, у нас в этом году даже есть международные участники. Дети из Казахстана приехали, да. Ну, в принципе, подать заявку может любой абсолютно ребенок до 18 лет. Вот. У нас были совсем маленькие рептишки, там, 4 года, и были 18-летние дети. Конкурс уже прошел, да, и будут выступать победители? Нет. Значит, отборочный тур конкурса в субботу, 21 июля в Академгородке в Артвабе. Вот. А сам финал проходит на главной сцене. Финал? Да. Значит, заявку на конкурс, если есть желающий, кто нас слышит, еще можно подать на сайте фестиваля городок.фест.ру. Там есть форма, телефон и все, в общем, можно узнать. Значит, помимо главной сцены у нас есть две танцевальные сцены. Это, ну, как сказать, просто танцевальная сцена, на которой выступают различные коллективы с показательными выступлениями и мастер-классами. И воздушная ферма, которая была сделана специально для нашего фестиваля, на которой выступают артисты вот на... Что такое воздушная ферма? Да. Ну, это она так называется. Это ферма для выступления воздушных артистов. Я не знаю, как это... Гимнастов, что ли? Да. Это гимнасты. Они выступают на пилонах, они выступают на полотнах, на различных... В общем, в воздухе вот такие вот акробатические номера. А где эти две сцены географические? Все это находится на Ильича улице. Она перекрывается, и вот, значит, там это все происходит. Масштабно. Да. И в этом году у нас две новых сцены впервые. Наш партнер и соорганизатор Новосибирских государств и университет представляет две сцены возле университета. Это сцена молодежная, так мы ее назвали, и сцена поэтическая. О них сейчас расскажет Александр Райпер. Давай расскажу. Да. Помню, как в прошлом году я гулял как раз возле ДК Академии, где была основная главная сцена. И что-то я думал, что вот хочется дать уроку немножечко вот в этот раз. И в этом году мне позвонили и сказали, что Саша почему бы и нет? Давай сделаем сцену. И помимо этой сцены я еще предложил создать вторую сцену. Так как у нас, ну, первая сцена молодежная, она включает в себя полноформатные коллективы. Возле главного корпуса. Возле старого корпуса. Ну да, все правильно. Прям там же, где проводилась маевка, чтобы был ориентир людям. Вот. И также будет вторая сцена. Буквально рядом будет сквер между лабораторным корпусом и старым корпусом. Там будет маленький сквер, где также будут выступать акустические исполнители. Ну, играть в акустику и также читать стихи. Они так близко будут, они друг другу не помешают? Они не перебьют. Как раз когда была маевка, у меня было задание, чтобы посмотреть. Да, насколько звук будет мешать или не будет. Я думаю, что не будет. Вот, что все будет хорошо. Вот, у нас на молодежной сцене, получается, будет два хат-лайнера. Главная группа из Барнаула, панк-рок оркестр и местная группа Джоссовс Тори, в которой я играю, собственно. Вот, и что же еще стоит сказать? А может быть стоит уже спеть? Спеть. Поскольку Александр принес с собой гитару. Да, конечно. Всегда с собой ношу гитару. Давайте. У нас все-таки студия музыкальная. Пятница. Ага. Давайте спою что-нибудь. Как раз у нас как раз совсем недавно вышла целая трилогия глав песен о любви. Вот. И я, наверное, спою первую часть. Она называется... Она прозвучит на фестивале также, да? Да, безусловно, конечно. Мы сыграем. Это будет как раз презентация нашего альбома. Она называется «12 месяцев». Я обычно всегда прошу всех подпевать, так что если вы захотите... Передо мною пушистые облака. Облака. Переливаются из светло-голубого в лавандовый. Сиреневый. Ты выпиваешь последний глоток молока. Сиренецая месяца спустя. Я люблю тебя. Ву-у-у. Я люблю тебя. Ву-у-у. Я вас нет. И кипите лекс, вы заберите. Я заставлю вас пить со мной. А солнце так же встает и садится Словно записано на камеру, но все настоящее И в день, когда перестанем друг над другом из лица Двенадцать месяцев спустя И я все так же, ты знаешь Будьте со мной, окей? Я люблю тебя! Еще! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Мне главное вовремя остановиться, чтобы не потерять аудиторию Пусть музыка оживит эти срочки Пусть не останется много точек Я не забуду тебя Это точно Пусть музыка оживит эти срочки Пусть не останется мыслей порочных Я не забуду тебя Никогда Двенадцать месяцев спустя Передо мною пушистые облака Переливаются из светло-голубого лавандовый Синий А я все так же стою и смотрю на тебя Меня? Тебя Двенадцать месяцев спустя Я все так же, ты знаешь Я люблю тебя! Я люблю тебя! Это здорово! 12 месяцев спустя Пусть это сделает теперь Николай, а потом продолжит его фестиваль Давайте отдышимся уж, да? Ну, я думала, вы готовы А потом в Ригне просто может, да? Давайте отдышимся полминутки, пока вы будете дышать И нам расскажет Александр ещё немножко про поэтическую сцену Как там поучаствовать, как туда попасть? Всем ли доступ туда есть? Ну, я могу сказать, что практически Вот, я думаю, что нам как раз присылали заявки Было очень много деток маленьких И, ну, конечно, лучше, конечно, присылать заявки, если у вас есть собственные стихи Ну, потому что стоит показать своё творчество Буквально немного, то есть это будет примерно 15 минут на всё про всё То есть одному участнику То есть он может показать себя Да, это даже много, 15 минут Ну, это примерно 3-4 лучших своих стихотворений Вот И всё, и потом их будут сменять акустические команды Которые будут также там представлены Будет чередование такое Да, 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 да Стихи, песни, стихи, песни Именно так, то есть это, ну, отдали должное Уже много заявок Там, у меня такое ощущение, что складывается, что весь день там можно просидеть Ну, там, да, будет, можно сказать, что, ну, целый день это их будет идти, примерно, да Да, да, то есть с 2 часов дня до 8 часов вечера всё это будет происходить Параллельно на двух сценах, получается Вот, и... Заявку можно прислать к вам в группу фестиваля? Да, безусловно Безусловно, можно Заявок уже достаточно много набралось Вот, до сих пор формируем состав И, я думаю, вас удивим всех этим составом Николай, поём? Отдушались? Давайте попробуем Песня, естественно, Сергея У тебя никого не было У меня никого не было Мы уходили искали бебель Распозаривали себя По частям да помалок только По друзьям, по Маринам, Толикам Соспуская себя до ниточки До последнего, до рубля А в это время кто-то был и дрался И с души с женой обнимался Крутые горы поднимался И рак свистел на горе не зря А в это время ты была рядом А я ходил, не куда надо А я смотрел, не куда надо Но я всё время искал тебя А у тебя никого не было А у меня никого не было Если б были, то были времен Да и были, так что тогда Мы глаза бы свои зажмурили Мы б совсем по-другому думали Всё совсем по-другому видели Если б видели иногда А в это время кто-то пил и дрался С чужей женой обнимался Крутые горы поднимался И рак свистел на горе не зря А в это время ты была рядом А я ходил, не куда надо А я смотрел, не куда надо Но я всё время искал тебя Суета до пустых хлопот Наши души тихие омуты А как в зеркало ты посмотришься Так из глаз побежит слеза Постоянно тебе мерещится Всё же счастье к нему приклеится Да поддышать бы его воздухом Да заглянуть бы в его глаза А в это время кто-то пил и дрался С чужей женой обнимался Крутые горы поднимался И рак свистел на горе не зря А в это время ты была рядом А я ходил, не куда надо А я смотрел, не куда надо Но я всё время искал тебя У тебя никого не было У меня никого не было У меня никого не было А у тебя никого не была Заслуженный артист России Николай Соловьёв И эта песня Сергея Полетенка. Да, да, да. Кстати, я хотел спросить, Марина, а будет ли площадка, где будет отдельно представлено творчество Сергея? Нет, отдельной площадки такого не будет. У нас будет большой достаточно блог, почти полуторачасовой, на главной сцене, где различные музыканты, вот только что Сэй Соловьев спел, и группа Коридор, Господи, Николай Соловьев прошу прощения. Ничего страшного. Группа Коридор, да, и многие еще другие известные музыканты будут представлять себе нужную песню. Большая удача и так далее. Давайте, наверное, всех пригласим на фестиваль, да? Да, давайте. Потому что мы как-то говорили... Еще раз, по часам немножко давайте перечислим, что во сколько. Да, значит, это будет 22 июля в Новосибирском Академгородке, в ДК Академии, улица Ильича, с 12 дня до 10 вечера. В 10 вечера праздничный салют. Финальная точка, вот я хотела вас просить, будет, да? Это праздничный салют. Да. Здорово. Спасибо большое всем, что пришли. К сожалению, время эфирное подошло к концу, но мы будем рады видеть вас и после фестиваля, и, в общем-то, всегда, надеюсь, увидимся. Организаторы фестиваля популярной музыки имени Сергея Флетенга «Город Наби» Марина Нежинская, Александр Райтер, а также заслуженный артист России Николай Соловьев были у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. За творчество. Спасибо. Спасибо.